Hi everyone! С вами Ева Лорман и Елена Бернес и в этом видео мы продолжаем курс мастер лэшмейкер или мастер наращивания ресниц. Внимание, друзья, сегодня мы показываем объемное наращивание ресниц 6d или его еще называют мега объемы. Let's go, друзья! Давайте посмотрим на нашу модель. Видим, что у нее глаза миндалевидной формы, среднего размера, углы почти что лежат на одной оси и посмотрим на готовый результат. Мы видим, что объемное наращивание 6d это сплошные ресницы. Ресницы на лице доминируют над всеми остальными частями лица. Это как раз и является самым основным отличием 6d от обычных объемов. Итак, мы начинаем. Подготовка у нас такая же, как и при всех остальных видах наращивания. Мы должны клиенту одеть одноразовую шапочку, убрать волосы под шапочку, продезинфицировать свои руки, либо одеть перчатки и продезинфицировать уже свои перчатки. После этого дезинфекция около глазного пространства специальным средством, содержащие в себе хлоркиксидин и патчи. Надо приклеить патчи. Делаем это очень аккуратно, внимательно. Изолируем нижние ресницы так, чтобы не мешался патч нашему клиенту, чтобы не доставлял дискомфорт при закрытом глазе. Поэтому, когда мы приклеили патч, мы должны попросить клиента закрыть глаз и он должен почувствовать, мешает ему патч или нет. Но это мы уже с вами обсуждали во всех предыдущих видео. Этому нельзя не уделять должного внимания, потому что если патч будет мешаться, то обязательно у клиента будут течь слезы. То есть, пока вы этот патч не приклеите, чтобы он не мешал клиенту, наращивание вы не сможете делать из-за того, что будут постоянно идти слезы. Далее обезжириваем ресницы специальными щеточками, работаем по каждой ресничке несколько раз, обезжириваем очень тщательно. После этого рисуем эффект. Мы нашей модели выбрали натуральный эффект. Для 6d объемов, конечно, надо что-то выбирать вот из этой области. Натуральный, кукольный, овальный. Лисий и беличий в 6d как бы не приветствуется, потому что лисий и беличий это коррекционные эффекты. А 6d как правило это не коррекционный вид объемного наращивания, это больше такой демонстрационный вид. Итак, друзья, смотрим как мы формируем пучок 6d. Эта процедура немного дольше, чем 2d, 3d, потому что вам нужно будет очень аккуратно и очень тщательно разделять ресницы, чтобы в пучке между ресницами было примерно одно расстояние друг от друга, чтобы был пучок правильно сформирован. После этого мы опускаем ножку в клей и ставим на крайнюю ресницу с внешнего угла. Вот таким образом у нас и проходит объемное наращивание 6d. Работать мы будем в однофазной книжной технике. Ресниц у нашей модели не очень много, в принципе, поэтому мы можем работать от угла к другому углу и они у нас еще, кстати, ресницы очень четкие, ровные. В общем, отделять их здесь не сложно. Так, мы поставили уже три ресницы в первой зоне в 11 миллиметровой зоне и обратите внимание, что у нас глаз нашей модели будет слезиться на протяжении всего наращивания. Это, друзья, очень сложно. Убрать слезотечение, причем, если не знаешь еще какая причина, очень сложно тоже. И, в общем-то, вы будете видеть периодически слезы у внутреннего угла глаза и мокрый патч. Так, теперь давайте разберемся. 6d пучки, конечно, их формирование будет занимать больше времени, чем формирование пучков 3 и 2d наращивания. Поэтому именно вот в мега объемах, если это не для повседневной носки, а мы уже знаем, что мега объемы это не для повседневной носки, ну и либо надо обладать особенным вкусом, если хотеть носить такие объемы все время. То есть, вы понимаете, о чем я говорю, что это небольшой сарказм. Навряд ли кто-то из клиентов захочет ходить с таким объемным наращиванием все время. Поэтому мы обсуждаем это наращивание в качестве какого-то эффекта, супер-эффекта для каких-то мероприятий. Это может быть фотосессия, это может быть какой-то праздник и так далее, где необходимо показать всю красоту ваших глаз. Причем при 6d наращивании акцент идет только на глазах. То есть, если вы хотите все внимание людей привлечь именно к своим глазам, то при наличии 6d объемного наращивания у вас это получится абсолютно точно. Итак, давайте поговорим о том, как мы формируем пучки в 6d. Как в одном из видео уроков я вам говорила, что можно формировать пучки заранее, если это нет для повседневной носки. Поэтому вы совершенно точно можете их сформировать заранее для этого объема. как бы я знаете как вам скажу в свое время, когда я тоже вот только начинала, у меня был спортивный интерес. Я вообще человек такой азартный и в этом плане у меня был спортивный интерес. Я хотела самой себе доказать, что я смогу 6d делать с такой же скоростью и по времени столько же, сколько и объемы 2d и 3d. То есть, я могу формировать также быстро пучки, как и в 3d и так далее. В принципе, я могу сказать, что почти получается. Да, почти получается. Немножко дольше формируются пучки, но по факту больше и все. Вот больше и ничем и не отличается это объемное наращивание от других видов объема. Поэтому я могу вам так сказать, если у вас есть собственное личное желание формировать пучки при клиенте во время наращивания, пожалуйста, это замечательное желание и вы таким образом будете добиваться все больше и больше лучшей моторики ваших пальцев и улучшите в любом случае свою скорость. То есть, она у вас будет все-таки быстрее. Если у вас нет такого желания, то вполне можете наформировать эти пучки дома за пару дней до наращивания и уже пользоваться готовыми пучками. Это не является супер-супер нарушением каким-то, поэтому не склоняю вас к тому, что вот, а я считаю, что это делается только так. Нет, друзья, у всех свое мнение на этот счет. Просто если логично подумать, человек не собирается, если ходить целый месяц таким наращиванием или, предположим, он будет с этим наращиванием ходить месяц, да, грубо говоря, или вернее нет. Предположим, клиенту вы делаете это наращивание на какое-то мероприятие и как только мероприятие закончится и начнут выпадать эти ресницы, клиент будет не сильно расстроен, там он в течение двух-трех недель относит это наращивание и будет счастлив. Если с такой точки зрения к этому объемному наращиванию 6d подходить, то вообще тогда не вижу смысла делать пучки во время работы уже, во время наращивания. Даже вот так можно сказать. Поэтому, друзья, нету запрета такого серьезного, тем более, что это будет носиться не все время. Мы уже перешли с вами в четырнадцатую зону, закончили внешний угол и работаем уже по центру практически. Ну что можно сказать? Видите, да, какая разница между 6d и отсутствием наращенных ресниц. Она просто колоссальная, колоссальная. 6d это серьезный объем, это большое количество ресниц, ну соответственно в шесть раз больше, чем своих натуральных получается. Еще 6d эффект называют эффектом подводки, то есть получается, что настолько плотно находятся близко друг другу ресницы, что сдалека это кажется будто бы вы не не с ресницами, а вот таким образом вы нарисовали себе подводку. Так, мастер наш периодически просушивает клей, потому что, во-первых, из-за того, что очень плотно прижаты друг другу ресницы, клей, конечно, не так быстро сохнет, чем в предыдущих уроках, в предыдущих объемах. Поэтому можно периодически просушивать грушей и продолжаем дальше работать. Ну, соответственно, на такой ножке, как у 6d пучка, клея гораздо больше, чем у 2d, 3d, потому что сама ножка и шире по своим размерам и толще, поэтому клея здесь будет больше. Зазор точно такой же, максимальный 0,2 миллиметра от века, то есть техника сама все то же самое, с одной лишь разницей, что здесь больше ресниц в пучке. Еще могу, знаете, такую тему вам рассказать, что когда вы собираетесь делать мега объем, то снимая с ленты ресницы не обязательно их считать, что вот там должно быть 6 штук. Это вообще очень важное условие. Нет, друзья, мастера, которые уже давно работают, они все знают, что вы формируете пучки из разнообразного количества ресниц. Это может быть и 5 штук, и 6, и 7, примерно 6 штук в среднем должно быть. Конечно, в идеале, если вы будете считать, делать все пучки по 6 штук, но мастера в большинстве случаев при мега объемах вообще в этом плане не заморачиваются. Оторвали 5 штук, ставим пучок из пяти штук. Оторвали из шести, ставим из шести. Есть 7 там ресниц, пожалуйста, можно и 7 поставить. То есть, понимаете, да, о чем я хочу сказать? Не надо до такой степени с пристрастием относиться к количеству ресниц в пучке, потому что в мега объеме это не играет такой роли, потому как тут плотность очень высокая и сколько ресниц в пучке, главное, чтобы не меньше пяти, грубо говоря, можно четыре, конечно, но там будет уже скорее всего заметен как пробел. Вот поэтому без фанатизма, конечно, то есть нет, не делайте так, что один пучок 6, другой 3D, нет. Это я вам говорю, что можно, можно делать отступы плюс-минус одна-две ресницы максимум. Ну вот, как видите, у нас глаз постоянно слезился все время. И вы знаете, друзья, я должна вам сказать, если происходит слезотечение, то необходимо периодически, во-первых, слезу убирать на ватную палочку, как мы это делали, а во-вторых, не обезжиривать, периодически обезжиривать ресницы, потому что при слезотечении идет испарение слез и ресницы становятся как бы увлажнены вот этими парами, так скажем. И в итоге на ресницах видны буквально кристаллики соли. Слезы же соленые, поэтому когда испаряем, ну в общем, это все нам мешает, мы не должны оставлять на ресницах ничего перед наращиванием. Вот, в принципе, и все. Как видим, что 6D это, конечно, мега-мега объем, он, конечно, серьезно, практически без просветов, без пробелов. Ну, в общем-то, кому-то это и нужно когда-то бывает, поэтому мы не исключаем, а вы тренируетесь формировать 6D пучки. Это улучшает, конечно, ваши потом дальнейшие работы, даже по обычным объемам, 2D, 3D. Что еще можно сказать про 6D объем? Конечно, при наличии такого количества ресниц на натуральных ресницах клиент чувствует эту нагрузку очень серьезно. И даже бывают такие случаи, что клиента мучают мигрени, то есть головная боль из-за того, что вот такая нагрузка. Ну, образно говоря, помните, мы с вами в одном уроке по нагрузкам рассчитывали нагрузку при 6D объеме и сравнивали ее с нагрузкой при классическом наращивании ресниц ресницами 0,20 мм. И мы поняли, что ресница 0,20 мм, она самая тяжелая. Это да, с одной стороны. А с другой стороны, вы когда наращиваете классику и человек смотрит прямо перед собой, он видит, конечно, что ресниц больше как-то их, больше-больше и больше ничего особого не чувствует. А вот в объемах, во-первых, то, что близко к веку находятся эти ресницы, и во-вторых, клиент перед собой всегда видит эту темную полоску, прям такую сплошную темную полоску. И вы знаете, у меня, например, некоторые клиенты жаловались на то, что у них даже, возможно, не совсем голова болит, сколько они напрягаются все время видеть эту черную полоску, и глаза устают, просто устают глаза от этого явления. Вот вам, пожалуйста. Причем, жаловался не один клиент, а несколько таких было наблюдений. Я совершенно склонна им доверять, потому что я лично сама не выдерживаю такой объем 6D, потому что мне тоже мешает эта темная полоска перед глазами. То есть я на нее все время смотрю, хочу я этого или нет, но я все время на нее обращаю внимание. И мое внимание сконцентрировано именно на этом месте. Почему я себе делала 6D? Потому что мне нужно было понять, что чувствуют клиенты мои, насколько это вообще возможно носить и так далее. В свое время я это все попеределала себе, попереносила все виды объемов. И могу точно сказать, что 6D, вот у него есть вот этот минус, это сплошная темная полоска перед глазами. А кто-то спокойно носит такой объем, кому-то это не доставляет совершенно никакого дискомфорта. Итак, друзья, вот мы уже поставили за это время практически все ресницы 6D. Мы видим, какая колоссальная разница между обычными объемами и 6D объемом. Кому делать эти объемы, это будете вы уже сами решать со своими клиентами. Глаз так и продолжает слезиться, но ничего уже не поделать. Надо обязательно заканчивать. И практически мы все уже сделали. Дальше мы должны проверить наличие натуральных ненаращенных ресниц среди кучи этой кучи, огромной кучи наращенных ресниц. Дальше надо обязательно расчесать. Но 6D, я вам сразу скажу, расчесывать гораздо сложнее, чем все остальные объемы. Расческа не сильно хочет там проворачиваться. И клиенту это доставляет небольшие неудобства. Поэтому не сильно старайтесь это делать. Если получается, значит хорошо, замечательно. Не получается, не впихивайте или не впутывайте полностью расческу в ресницы, как мы это делаем, когда расчесываем объемы 2D, 3D. После этого мы должны снять с вами бандажи. Те полосочки, которые специально клеятся для того, чтобы немножко приподнять века. И вот, наконец-то мы можем снять патч с этого бедного слезоточивого глаза. И видим, какой эффект мы получаем. Эффект сплошные ресницы. Это называется, клиент наш открывает глаза. И вау, конечно, присутствует это состояние, когда мы видим 6D наращивание. Это же я говорю вам, это по желанию вашего клиента. Конечно, отговаривать его от этого объема не стоит, если он решил себе обязательно сделать 6D. Потому что в определенное время, в определенном возрасте это хочется сделать. И это надо обязательно попробовать. Если клиент просит, делайте. А на этом урок закончен. Я вас поздравляю с окончанием практики. Мы с вами прошли много уже вместе. И я надеюсь, у вас все прекрасно получается. Я максимально стараюсь вам рассказать и показать, как это все делается. Как делается наращивание ресниц. На сегодня все. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман и Елена Бернес. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ева Лорман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах и бровях, депиляции, ногтях все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи. Да, это верно. Бернес подтвердит. Да, непременно.